Жавхакович Самитов, профессор кафедры математического анализа. ИЗО по-грейски равный, одинаковый. Периметр означает тем самым край чего-нибудь. Тем самым изображаем фигуры с одинаковыми краями. Мы всегда одинаковые смыслы длины, для плоскости, смыслы поверхности, для пространства. По-кому-то пространства я говорить не буду, а по-кому-то пространства и пространства. Главные акции. История задачи. Как был основан Карфаген? Карфаген, государство, которое вам известно из истории древнего мира, был основан следующим образом. Согласно легенде естественной, как его редкостью, письменному источнику нету. Был царь Бел, который был стажен Финикией. Финикия это нынешний Ливан в этом районе, в древних странах. Они слышали много раз про путешествия Финикии со вокруг Африки, например. Они совершили путешествие. Вот царь благополучный из Финикии. Когда срок настал, он молится. Остались дети двое, сын и дочь. Сын звали Пикмальон, дочь звали Дедона. Как всегда, после смерти отца, там, большого самолета, начинается борьба за наследство. И таким образом, и Дедона, и Пикмальона не поделились наследством отца, ругаясь, и Пикмальон победил. Пришлось в Дедоне уехать, покинуть Финикии со своими сотрудниками, со своими, поддерживающими, скажем так, группами людей. Они попрыли вдоль берегов Северной Африки. Искать какое-нибудь место, где можно было поселиться, где можно было основать новое государство. И вот им приглянулся место, которое сейчас называется Харфагин, по-старому называется, это Юнишний Суиз. Я это место, кстати, видел, потому что мне пришлось тут на туристах обувать. Действительно, хорошее место, хорошая гавань, куда можно присаливать. И они попросили у местного царя разрешение взять с какой-нибудь участок земли на поселение. Сам местный царь не очень хотел, а в то же время не хотел порвоваться пришельцами, у которых было оружие с оборудованием, да, на юбилитском корабле, и он сделал такую хитрость. Дам вам землю столько, сколько вы покроете бычьей шпурой. Вот тогда дедоны придумывали хитрость. Они взяли бычьи шпу, разрезали на тонкие-тонкие ремешки, связали из них древнюю веревку и опоясали этой веревкой, сколько земли, сколько могли опоясать. И вот таким образом появилась задача. Вот имеется веревка данной древней, как с ее помощью покрыть и оползить участок земли наибольших площадей. Оттуда и появилась задача дедона. Земли, какой обещал, оттуда и появился карфаген. Но дальше уже история карфагена, это уже не касается нашей лекции, но тем не менее, до сих пор развалины карфагена существуют, и этот городок называется Карташ. Карташ по-французски по-другому. И это пригород Куниса. Пригород Куниса. Название вы видите, значит, карфаген обращает новые и новые города. Ну, давайте посмотрим уже более точный формулировок этой задачи. Найти фигуру с границы данной длины, охватывающей наибольшую площадь. Эти задачи занимались еще в древности, и древние греки знали, что ответом будет круг. А небольшая фигура, попрощая наибольшая фигура, имеющая край данной длины, это круг. Ну, вот два человека остались по имени Архимед, всем известный и менее, это Зинадор. На самом деле, решение было Зинадора, а Архимед какие-то делал по кругу решения. У Зинадора, скажем так, по нынешним нашим понятиям, было довольно строгое решение, но тем не менее, оно формально не совсем такое точное, скажем так, и поэтому, хотя говорят, не знали решение, то есть, знали ответ, а доказательства точного они не имели. Дальше, задача оставалась нерешенной, в наши времена уже, близкие к нам времена, всем обезвестны, и люди из Иргана, яху вернули, два брата, в 17-е годы, Эйгер, Ларжанш, 18-й век, они давали, ну скажем, занимать эти задачи, и в то же время, опять-таки, не было, точно, ну, спробового математического доказательства. Доказательства были найдены в 19-м веке, Штейнер и Шварц, в 19-й век, и дальше в 20-м веке, есть фавелик Гурдвис, который дал свое решение, но я расскажу про решение, которое нам оставил Штейнер, оно тоже, решение салона поселения очень красивое, геометрическое решение, элементарное решение, но в нем тоже есть фазофическая ошибка, о которой я потом расскажу.